Крупнейшая в Славянском районе станица Петровская требует к себе серьезного внимания. И это внимание со стороны властей всех уровней петровчане получают. О том, что сделано в Петровском сельском поселении в 2018 году, было рассказано на расширенной сессии Совета депутатов поселения. Выступая с докладом перед собравшимися, глава Петровского сельского поселения Владимир Михаленко подчеркнул, что в прошлом году, как и раньше, вся работа администрации была направлена на создание благоприятных и комфортных условий проживания для каждого петровчанина. В поселении работают 4 школы, столько же детских садов и учреждений дополнительного образования. Благодаря успешной деятельности крупных предприятий, бюджет поселения получает хорошие поступления, и весь он был израсходован на исполнение полномочий местной властью. Из крупных статей расходов, помимо выплаты заработной платы и поддержки культуры, спорта и молодежной политики, есть и дорожное хозяйство. На него истрачено более 21,5 миллиона рублей. Выполнен ремонт асфальтобетонных дорог с покрытием по улицам Гагарина, Зеленая, Комсомольская, Пугачева. Переведена грунтовая дорога в Гравейную от улицы Светой по второму спортивному переулку. Участок заасфальтирован, участок по улице Аэродромной и пожарный проезд по улице Красной, где у нас, знаете, было постоянное болото. Сейчас у нас там, слава богу, хорошо и чисто. Были обновлены гравийные дороги и тротуары, произведена разметка дорог местного значения, отремонтировано уличное освещение ряда улиц. Много внимания уделено газификации и водоснабжению. Приобретено три насоса стоимостью 149 тысяч рублей для замены на водонапорных башнях, приобретен расходный материал для ограждения санитарных зон, артскважин на сумму 245 тысяч рублей. Заметили, да, что все башни у нас, мы закончили их ограждать, для того, чтобы там не проникал никто на территорию. Произведен запас трубы полиэтилетного стоимостью 460 тысяч рублей для ремонта водопровода в 2019 году. В докладе были освещены все стороны жизни поселения, которое с каждым годом развивается и хорошеет. Поселение постоянно старается участвовать в краевых целевых программах, что дает хорошие дополнительные средства на решение важных вопросов. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко выразил благодарность главе Петровского сельского поселения за его активную и плодотворную работу. Сумели выстроить ту модель взаимодействия между местной властью, между краевой, вместе с федеральными. И у вас все получается. И больница строится, и оборудование у вас подтягивается сегодня, оно порой лучше даже, чем и в районе. Я уверен, тот заданный вектор Владимир Ильич, выбранный вами, вашей командой, помощью депутатов вашего совета, он абсолютно правильный. И несмотря на то кризисное время, станица Петровская светет, я бы сказал, и развивается. Затем прозвучали вопросы из зала о том, что волнует жителей. Спрашивали в том числе о медицинском обслуживании, о ремонте дорог и о подаче электроэнергии. Петровская улица Степная. Какой вопрос? Не хватает электричества? 160 в системе. Обращали славянцы. Делайте три фазы. Три фазы, в каждой фазе по 140, по 160. Что там делать дальше? Ответ прозвучал от представителя службы электроснабжения. Будет налажено качество электроснабжения по вашему адресу июню месяц. В запланированные сроки. Аргументированные ответы были даны на все прозвучавшие вопросы. Петровчане не только спрашивали, но и благодарили за успешную работу. Сделали нам дорогу, сделали освещение. В 2011 году была проведена, в этот провод был проведен. Мы очень благодарны. Весь Кариумок, благодарим. Большое вам спасибо. Подытоживая все сказанное, Владимир Михайленко сердечно поблагодарил всех, кто участвовал в жизни поселения в прошлом году. 131 закон позволяет сегодня участвовать вместе. Участвовать будем вместе. Беречь, что делаем, будем вместе. И будет результат. Спасибо вам огромное. Добра вам, мира и счастья. Депутаты оценили работу главы Владимира Михайленко и местной власти в Петровском сельском поселении удовлетворительно. Здесь есть большие планы по благоустройству на текущий год, которые будут притворяться в жизнь общими усилиями. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!